всем привет сегодня у меня видео под названием прощается сарка решила я сегодня убрать своих трех молодых цесарок которые вывелись весной то есть им еще нет и трех месяцев что сподвигло меня на это сподвигло то что там оказались три мальчика и вот сейчас я хочу запечатлеть вес этих мальчиков и как они выглядят вот так выглядят тушки они опять же довольно таки уже прилично на и кушали жира молоденькие хорошенькие если думать что у меня это гибрид вес для гибрида очень приличный может быть они конечно все переняли ген бройлерной цесарки не знаю сейчас мы посмотрим что получилось у нас наши весы что же у нас получилось давайте сразу 3 взвесим и будем смотреть на результат 3 шестьсот пятьдесят три разделим на три грубо говоря кило 220 примерно 220 прекрасные цесарки которым еще нет и трех месяцев что хочу сказать отличная тушка отличная уже набравшаяся жирка сейчас буду убирать их постепенно разрезала их по спине по позвоночнику вот так выглядит мясо будет просто деликатесная вот она тушка мясо будет просто супер ребята очень понравилось мне мясо цесарки прощая им говорю конечно не навсегда а только на этот сезон будет весна и там мы посмотрим бройлерные цесарки я сказала да это прекрасный вид мясо темный вид мясо очень вкусный гораздо вкуснее чем и нежнее чем мясо курочки бройлера имеет свой прекрасный аромат разорвала потому что шкурочку потому что сначала пыталась ее так по животику разрезать не получилось и разрезала по спине немножечко все разорвала но ничего все это отмоется все это приведется в порядок а будет все прекрасно так вот бройлерные цесарки да а цесарки которая у нас не бройлерная цесарка не сушка не знаю как она правильно называется домашняя цесарка я конечно скажу нет почему птица очень истеричная боязливая истеричная и в прыжках и в ужимках и бесконечно какие-то у нее летные процессы куда-то она торопится куда-то несется а бройлерная цесарка она тихая спокойная мирная не психопатная она бройлерная этим сказано все бройлерная сидит кушает набирает свой вес и ведет себя точно также как бройлерная курица что еще хотела сказать сегодня хотела сказать что я сегодня зашла в интернет и увидела вот такую информацию город 55.ru разместил в интернете данные о том что в омской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа в трех районах области начался падеж кур в крутинском нижне омском и полтавском районе хочу сказать всем птицеводам омской области возможно конечно это не только в омской области такая будет у нас история но тем не менее остерегайтесь прячьте свою птичку подальше с выгула пусть она лучше у вас сохранится в ваших закрытых выгулах может быть и мы все это переживем будем надеяться на это всем птицеводам желаю чтобы у них не было никакой вспышки птичьего гриппа какая-то в этом году год 2020 высокосной какая-то напасть не только на людей с коронавирусом но и на птиц с птичьим гриппом и всем остальным аномальным явлением вот эту информацию хотела до вас довести если кто-то еще не читал поинтересуйтесь ну вот перед вами эта статья ну вот от сарки конечно не по этой причине у меня сегодня попали на стол а по другой освобождаю помещение для того чтобы всю птицу перевести уже подальше с глаз долой и освобождаем место для утят для более достойной птицы чем цесарка а то цесарка которую вы сегодня уже видели она и так набрала жира и три пацана кстати не не сообразила сделать видео как отличить цесаря от цесарки не по брылям если у меня будет время я на этом моменте остановлюсь в другом видео и расскажу как это определить но уже будет просто рассказ без показа и тренировки ну всем всего доброго и на до новых встреч на этом я заканчиваю свою беседу всем пока пока